выставили опалубку на подпорную стену несущие каркасы конструктивная арматура это будет при ямок вокруг скважины сейчас сюда застелим пленку по кругу на землю поставим пенопласт опалубка между папка пенопластом зальем бетон таким образом утеплим при ямок хозяин захочет здесь выставит какое-то оборудование сказал же привез пленку пленка бить доски не будут чистить будут чистить значит доски хочу на прокачку какая-то уже серия блять 6 по моему вот так пацанчики организовали огнебиозащиту древесины олежка не хочет сниматься на камеру моего веник только снимем вернее руслан руслан делает что он обметает опилки сыпалок потому что облетать надо вот этим веником выше опилки много берут себя много берут себя жидкости опилки таким образом помогаем ему пропитаться ну надо это снять вот это тогда надо снять вот так файно вишло то то теперь я дуже файно то казалось что украинскую мову не знаю вот сергей чемпион наш місцевый какой он чемпион дуже серьезный муляр по украинский тут будет чернозем травичка это все сядет сядет файна будет садиться так треба показать взяли геотекстиль давайте берите берите вот такой геотекстиль давайте идемте покажем глядачам что то мае бути значит у нас шо приямок до скважины он мать пенопласт від земли пенопласт пленочку чтобы то не набрало вологи бо вы знаете что наберете так ця труба обрежется залили будет кришка під кришкой будет фенопласт по кругу тут у нас є так 12 годин назад залили до константин Иванович 12 годин пройшло ми зняли опалубку дренажные отвори вот они вот дренажные отвори берем геотекстиль у нас есть галька вот их мешка галька сейчас константин Иванович сыпем гальку сыпет константин Иванович гальки вот эти места ну по мешку тут тут мешок я бы вот эту земельку бы чуть убрал вот эту земельку напротив дырки галька да но здесь чуть-чуть не хорошо что константин Иванович тут надо было не копать вот подсыпали обратно тут притрамбовать вот так и галька должна начинаться вот земля грунт должен начинаться вот на уровне дырки они ниже сейчас сыпем гальку и гальку я бы просыпал константин Иванович вдоль всей стены такой соплей потом мы накрываем геотекстилем гальку этой землей засыпаем гальку геотекстиль 5 метров режем вдоль пополам ставим лайки обязательно константину Ивановичу суд говорит константин Иванович какой суд я думаете на хрена был контент вам зарплата вы на меня в суд я бабушке расскажу ваших пожалуйста так тут что проверяем есть Олешка ты будешь чемпионом наверное в этом сезоне тоже чемпион должен передать олимпийский огонь мы посовещались я решил че че фачи как вот тут трубу не трогаем кто не наш а виноград где делся вы че что он ебнулся а вот он есть да вот тут насос скважину с нижним забором он уже забился но это вибрационник вибрационник нельзя скважину вообще нехорошо он вибрацию по трубе создает этот насос ну это красиво смотрится я должен был это снять Константин Иванович Константин Иванович должен был это снять потому что чтобы было видно шо как кто кто есть кто и что онлайн за рекламу мне можете скинуть донатиков вот в итоге получилось какая плита такую опалубку сделали пацаны пацанчики завязали угол красавчики нет бетон вот вверх рыгеля будет по этой доске пацанчики опалубку переделали почти сейчас забили сейчас тут делают углы правильно эту снимаем и скоро будет нулевой цикл готов пока нажмите колокольчик я сейчас вам подскажу хитрость почему я так распечатала стройка еще не идет колокольчик нажмите это поможет каналу очень же допустим вы начинаете стройку вам привезли газобетон на участок то вот таким образом его вскрывать и оставлять его там сверху чуть-чуть это делается для того чтобы я так считаю из опыта что он так сохнет вот так он подсыхает потому что как бы там ни было он запечатанный и это уменьшит усадку трещины то есть ускорит процесс строительства то есть стена лучше и быстрее отдаст влагу кто-то там говорит что он наберет воды это все неправда газобетон меньше всего набирает воду и гигроскопичность способность набирать влагу из воздуха у него вообще меньше всех также вот допустим лес привезли обработали да вот таким образом его сложили планкой контррейка и обрешетка переложили концы провиваются все ровненько ставим лайки лайк поставь но вот дася на прокачку нулевой цикл почти закончен нулевой цикл это вот отметка чернового пола как видим вот это у нас будет отметка чернового пола подпорная стенка так тут барабуля будут сбивать перетирать вот фундамент какое решение мы придумываем на значит вот пенопласт вы видите вот у него где-то вот так у него 200 миллиметров вот тут сюда вычищаем пенопласт и сюда вставляем тут быть терраса тут будет еще один ригель вот стоят под ригель как видите конструкции арматурные каркасы и будут в эти пенопластовые значит мы выбираем пробки и вставляем туда влагу вставляем то есть 50 на 150 стропила и будет порядок и вот так это все выглядит эту землю передвинем туда вот у нас получилась площадка скважина там беседка у человека будет откос выполнили и вот фундамент ставим лайки обязательно жмем колокольчик кто поможет каналу и мне будет приятно кажется это важно подпорная стена и пока это была дача на прокачку то ли 5 то ли 6 скоро будут следующей серии вставайтесь на канале будет интересно ставим лайки и пока